Ее судьба – железная дорога. Ветеран труда Валентина Александровна Бойко 21 июля отмечает юбилей. Из своих 85 лет женщина 40 проработала в управлении железнодорожного транспорта ММК. Стальные артерии комбината определили не только ее трудовой, но и жизненный путь. На производстве она познакомилась с будущим супругом. О любви к профессии, о семье, главном в своем достижении именинница рассказала нашей съемочной группе. На доске подсчета я фотографировалась. На доске завода управления я смотрела. На этих фотографиях вся молодость ветерана труда Валентина Александровна Бойко. В основном молодость трудовая. Из Казахстана в Магнитогорск она приехала, когда ей было 17. А спустя два месяца женщина уже работала в грузовой службе ММК проводницей. Интересно, что изначально Валентина Александровна мечтала о профессии медицинского работника и после окончания школы поехала в Целиноград поступать в училище. Однако почти сразу выяснилось, что работать в больнице она не сможет физически. В Целинограде я не смогла учиться, потому что я кровь не могла переносить. А вообще-то мне нужно было, я по-медицински так быстро соображала. Она выбрала совершенно иное направление и не пожалела. На железной дороге Валентина Александровна сначала трудилась весовщиком, затем нарядчиком, а после была назначена старшим диспетчером. Параллельно успевала учиться повышать квалификацию. У нас работа очень интересная была. Мы все грузы, которые идут в Магнитогорск, мы распределяли эти грузы по назначению. Куда? Там комбинат какой, цех, в город какое, предприятие какое, и которое идет с города. Это у нас называлась груза, станция передачи, как обменный пункт между Южно-Уральской железной дороги и комбинатом. Множество дипломов, почетных грамот, наград Валентина Александровна бережно хранит в специальной папке. Вот отличник приема с датчиком, отличница. Здесь дежурный по посту. Это ее воспоминания о годах работы, которыми женщина очень дорожит. Говорит, да, порой было сложно, но настолько хорошая атмосфера царила в бригаде, настолько дружный у них был коллектив, что все трудности казались мелочами. С будущим мужем ее тоже свела железная дорога. Познакомились на работе, начали встречаться и почти сразу поженились. С разницей в 6 лет родились два сына, Константин и Николай. И поначалу, рассказывает Валентина Бойко, все было как в сказке. Однако, когда младшему едва исполнилось 9, супруг ушел из жизни. Женщина осталась с детьми одна. В сложной ситуации она сумела не опустить руки. Похоронила я мужа, я плакала сильно. У Коли было 9, 10 год. И он говорит, мам, не плачь. Мы венек купим, будем подъезд подметать, и нам денежки дадут. Ну вот, и мы так вот подметали мыло, я подъезд, все нормально. Дети помогали, в том числе по хозяйству. Старший отвечал за уборку, младший готовил обеды. Валентина Бойко гордится. Оба сына выросли хорошими людьми. Они всегда были для нее опорой, а она для них. Ну, мама у нас, это мама с большой буквы, я считаю. Она нас воспитала, выходила. Для Валентины Александровны семья – это главное в жизни. У нее самой было 8 братьев и сестер. С каждым она поддерживала теплые отношения. В живых сейчас трое. Младшая сестренка Нина живет с ней в одном дворе. И, конечно, частый гость в ее доме. Мы тут рядом, каждый день, каждый день. Она приходит, понаведает. Сейчас мы с ней. 21 июля Валентина Бойко отмечает 85-летие. С юбилеем ее обязательно поздравит вся ее большая семья. Правда, многие лишь по телефону. Но родственники обещают, на 90-летие обязательно соберутся за одним столом, чтобы сказать слова любви и признательности именинницы лично. Евгения Солхудинова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.